Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости региона в студии Виталий Барташевич. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Пинск посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Румыния. В Беларуси 22 сентября отметили день без автомобиля. В Солигорском районном территориальном центре социального обслуживания населения начал работать санаторий на дому. На минувшей неделе Пинск посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Румыния. В рамках рабочей поездки он изучил возможность двустороннего сотрудничества в области деревообрабатывающей промышленности, посетив при этом объекты холдинга «Пинск-Древ». Посол Румынии в Республике Беларусь прибыл в Пинск со знакомительным визитом. Во время встречи с администрацией города главным образом обсуждались возможности двустороннего экономического сотрудничества. При этом главный акцент был сделан на продукцию белорусской лесной компании. Нигде так лучше не понимаешь возможности сотрудничества, как ездя по стране и видя конкретные примеры этого сотрудничества, узнавая проблемы или узнавая потенциал, который существует, и потом прикладывая какие-то усилия для того, чтобы это развить. В рамках однодневного визита в Пинск чрезвычайный полномочный посол Республики Румыния посетил одно из ведущих предприятий холдинга «Пинск-Древ» – «Плавуд», которое является поставщиком фанеры в Румынию. Впечатляюще. Современное предприятие, экологическое. У них есть партнеры в Румынии. Я попросил, чтобы мне дали конкретные фирмы в Румынии. Мы будем на них выходить и искать какие-то возможности для расширения сотрудничества, может, для инвестиций. То есть возможности разные. У нас тоже существует и мебельная промышленность, и деревообрабатывающая. Я думаю, это одно из тех мест, где наши возможности по сотрудничеству могут соприкасаться. По мнению Вера Ломашану, именно древообработка сегодня наиболее перспективная область сотрудничества двух стран. Продукция «Беллеспрома» пользуется достаточным спросом за рубежом, в том числе и в Румынии. Стоит также отметить, что только по итогам прошлого года поставки мебели в Румынию увеличились более чем в три раза. В мае 1944 года вблизи деревни Медьки, в настоящее время она входит в черту областного центра, потерпел крушение советский самолет. Его экипаж погиб, защищая родину. В 70-х на месте падения установили памятник, но имена героев остались неизвестны. В 2015-м отрядом «Авиапоезд» совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных сил Республики Беларусь были проведены раскопки и на глубине 7,5 метров специалисты обнаружили детали самолета с номером двигателя. Сегодня имена летчиков увековечены на гранитном обелиске с мраморной плитой. Церемония его открытия состоялась в Бресте. Это уже был 44-й год, мне уже было 11 лет. И я, мы еще спали, это утро было, и вдруг такой звук, самолет гудит, и все, что тут случилось? И после взрыв такой, вот это яма такая. Ну, я схватилась, оделась, бегу. Люди все бегут сюда, и я сюда бегу. Пришла. Тут уже все горит, все. И тела лежат в таких белых рубашках длинных. Летчиков похоронили. Закончилась война. Прошел не один десяток лет. Но Любовь Яковлевна помнит, все, словно, это было вчера, и каждый год старается прийти на место крушения самолета, чтобы отдать дань памяти и уважения. Не могла остаться дома и в день открытия обновленного памятника. Как, впрочем, и другие местные жители, а также представители городской вертикали власти, ветераны и молодежь областного центра. У нас на территории страны, на территории области есть не только такие большие мемориальные комплексы, которых знают все. Это такие, как мемориальный комплекс Брестской крепости Герой, Хатынь, другие памятники. Ну и есть такие небольшие, но тем не менее не меньше значимые для нас места, которым мы должны поклоняться. Я не могла пропустить этот торжественный день. Тем более узнали имена людей, которые погибли для того, чтобы спасти нас, чтобы мы жили мирно. Долгое время за памятником ухаживали ученики и педагоги школы, которая сегодня имеет 21-й порядковый номер. Не оставляют без внимания памятное место представители подрастающего поколения и сегодня. С 2007 года, когда близлежащая деревня вошла в состав Бреста, его сохранением занимаются горы с полком. За счет средств городского бюджета и был установлен новый гранитный обелиск с мраморной плитой, где увековечены имена героев. Уникально то, что верхняя часть памятника, которая заменена, она тоже историческая. Она пролежала в земле сто лет. Это заготовки, которые были найдены после того, как мастерская в 1915 году, мастер этой мастерской эвакуировался во время Первой мировой войны. И эти заготовки в земле на углу Карла Маркса и Гоголя, они остались лежать вот до 2014 года, когда строился дом, который высотно сейчас стоит на углу. И с этого времени мы попросили эти заготовки, чтобы они у нас были использованы специально для вот таких вот вещей, для исторических памятников. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. В Беларуси 22 сентября отмечали день без автомобиля. Всех водителей призывают не садиться за руль, а выбрать более экологичный способ передвижения. Например, добраться до работы можно пешком или на велосипеде. Несмотря на то, что в Солигорске этот день отмечается 4 года подряд, официально к международной инициативе город присоединился только в этом году. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня в Солигорском районе проживает порядка 130 тысяч человек. Зарегистрировано около 60 тысяч автомобилей. Несложная арифметика дает результат. Плотность автомобилей в районе составляет 2 к 1. Собча побороться с пробками и внести свой вклад в борьбу за чистый воздух, горожане смогут уже завтра. 22 сентября в Беларуси объявлено днем без автомобиля. Организаторы акции призывают автобладельцев на день позабыть о своих машинах. Водителям советуют в этот день максимально отказаться от поездки на транспортных средствах. Да, я понимаю прекрасно, что некоторым водителям это сделать очень тяжело. Привыкли к благам, к быстрому и удобному перемещению, но рекомендую почувствовать себя в качестве пешеходов. Участие в акции будет добровольным. ГАИ штрафовать водителей за передвижение на личном транспорте или массово перекрывать городские улицы не планируют. Расчет только на сознательность граждан. Этому водителю не повезло. Откажись он от авто сегодня, не было бы административной ответственности. Все дело в том, что мужчина попался за употребление алкоголя. Два промилля в крови решили судьбу водителя. Теперь у него день сурка. Без своей машины он будет еще три года. Санкции – это будет лишение три года и штраф от 50 до 100 базовых. Специалисты подсчитали, в год один автомобиль в среднем сжигает две тонны топлива и потребляет 30 тонн воздуха. При этом в атмосферу выбрасывается 700 килограммов опасного угарного газа, еще полтысячи тонн прочей химии. Экологи говорят, что 80% вредных веществ в городах приходится именно на автомобильные выхлопы. Шанс сделать воздух своего города чище есть у каждого автовладельца. Что может быть проще – оставить машину дома и хотя бы на день воспользоваться альтернативой в виде общественного транспорта, велосипеда или пешей прогулки. Не так уж сложно один раз в году пройтись пешком, подышать воздухом, даже дойти до работы, выйти раньше. Автобусы есть. До работы добраться можно. В этот день, если много человек откажется от автомобиля, можно будет улучшить даже экологическую обстановку в нашем городе. Очень важна экология, экологическая составляющая нашей жизни очень важна. Но мы не откажемся. В этот день с удовольствием похожу пешком, без всяких вопросов. Если бы были машины экологически чистые, то было бы совсем другое. Я не могу без машины, но постараюсь, попробую поддержать эту акцию. В прошлом году акция охватила десятки населенных пунктов страны. Чтобы привлечь внимание к проблеме экологии, в этом году в Селегурске пройдет ряд мероприятий. Велопробег, соревнования по фигурному вождению велосипедов. А водители при предъявлении прав смогут бесплатно проехать по городу на общественном транспорте. Третий этап республиканской акции МЧС в центре внимания детей проходит в городе Надбуго. На этот раз в центре внимания спасатели дошкалята. Для того, чтобы научить малышей быть осторожными с огнем, соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизни, огнеборцы прибегли к проверенным методам, развлекательным мероприятиям и беседам с ребятами на актуальную тему. Профилактическая акция охватит максимальное количество учреждений дошкольного образования. О том, как будут проходить такие встречи, узнавала наш корреспондент София Бережная. Настоящим сюрпризом для малышей стал утренний визит спасателей. О том, кто такие эти люди в форме, они знают, а потому уже заранее предвкушали массу всего интересного. Ожидания не обманули ребят. Такая большая развлекательная площадка развернулась специально для ребят из детского сада номер 49. Оказалось, таким гостям они всегда рады и для этого у них множество причин. Сегодня приехали в гости кто? Ты знаешь, кто такие спасатели? Да. Кто это? Пожарники. Пожарные души, да? Откуда ты это знаешь? Потому что я очень умная девочка. А кто к вам в гости сегодня в садик приехал? Пожарная. А зачем они приехали? Чтобы показать, на что они способны. Ничего себе! Ну и на что они способны? Душить пожары. Спасать людей. С первых минут мероприятия спасатели смогли улечь малышей. В нем они ребят были представлены две фотозоны, игровая площадка, творческий и интеллектуальный уголок. В добрых традициях спасателей знакомство со спецификой работы. Боевая одежда, специнструменты, пожарная техника. Как нельзя лучше помогли рассказать о том, с чем имеют дело огнеборцы, будучи на посту. Ты сейчас сидишь вот в пожарной машине. Вот как себя ощущаешь? Ощущаю, что тут классно очень. А что тут классно? Тут классно, что здесь всякие лестницы стоят. Большая машина, согласись. Да, большая очень. А представь, как ей управлять трудно, да? Да, очень трудно. Что интересного ты для себя сегодня? Что тебе было больше всего интересного? Увидеть пожарных машин. Интересные пожарные машины, да? А вот как пожар, туша тебе было интересного? Ну да. Интересно? Хотел бы сам попробовать когда-нибудь? Да. Почему? Потому что пожарные – это круто. В это время в другом уголке ребята имели возможность познакомиться с лафетным стволом, из которого осуществляется подача воды. Любознательные малыши сами примерили на себя роль спасателя пожарного. А для того, чтобы у ребят было представление о том, как сотрудники службы дней и ночи сражаются с настоящим огнем, МЧСовцы продемонстрировали наглядный пример. Это один садик. А в других районах, у нас их 17, работают такие же люди, такие же офицеры, которые занимаются с детьми, проводят мероприятия. Нам приятно отметить, что здесь есть и редакция газеты «Юный спасатель». Есть неравнодушные даже, возьмите, спасатели. Они же все родители. Эти детки, они являются чем-то внуком, чем-то сыном, дочкой и так далее. С этим нельзя не согласиться. О том, что шутки с огнем чреваты самыми невероятными последствиями, отлично знает маленький Ваня. Папа-спасатель с детства прививает сыну к культурой безопасности. Куда надо звонить, когда пожар? 101. Молодец. Так, что еще надо делать, когда горит пожар? Позвонить пожарному. Позвонить пожарному. А потом что надо делать? Выходить из дома. Что папа по профессии? Пожарный. Это хорошая профессия, как ты думаешь? Обучать ребенка правилам безопасности необходимо с самого детства, убеждены спасатели Брещины, а потому в дополнение к слову наглядная информация. В этот день подарки в виде поучительной красочной литературы получил каждый ребенок. Такой способ достучаться до малышей уже проверенный и доказавший свою эффективность. Дети очень рады и довольны, потому что это позволяет наглядно познакомиться с основами пожарной безопасности в дошкольном учреждении, дома. И это в игровой форме позволяет закрепить полученные представления о пожарной безопасности, которые дают в дошкольном учреждении. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. В Солигорском районном территориальном центре социального обслуживания населения начал работать санаторий на дому. Специалисты предоставляют гражданам пожилого возраста, инвалидам первой и второй группы, медицинские, оздоровительные и социально-реабилитационные услуги. В одном из надомных санаториев побывала и наша съемочная группа. Для того, чтобы узнать принципы работы санатория на дому, наша съемочная группа отправилась в деревню Большой Рожин, в которой проживает Александр Климец. В настоящее время ей оказывается комплекс социально-здоровительных и социально-реабилитационных услуг. Вот сейчас мы в Большом Рожине. У нас бабушка Климец Александра Федоровна после инфаркта врач назначил диетическое питание, измерение, контроль давления. И путевка выделена на 10 дней. Поэтому мы сейчас находимся здесь. Здесь соцработник каждый день измеряет давление, записывается на торную книжку, также приготавливает питание в мультиварке, именно диетическое, которое было назначено врачом. Александра Климец проживает одна. Дочь приезжает часто, но постоянный уход обеспечивает социальный работник. За время, проведенное вместе, они успели стать настоящими друзьями, практически родными людьми. Меня соцработник обслуживает Вовна Светлана Николаевна. Она у меня очень хорошая работница, она мне вообще помогает, она мне хорошо готовится кушать, она мне хорошо глядит. Я на нее ничего плохого не скажу, она самая лучшая у меня. По предписанию врача Александре Климец требуется диетическое питание. Санаторий на дому помог решить эту проблему. В комфортных домашних условиях на безвозмездной основе, за исключением стоимости медикаментов и питания, специалист помогает восстановить возможный уровень здоровья и организовать культурный досуг. Работать мне очень нравится. У меня очень хорошие бабульки. Климец Александра Федоровна – очень хорошая женщина. Мне так нравится с ней общаться, работать, помогать. Она и в разговоры очень хорошая, и поговорить. И вот общение у нас очень хорошее с Федоровной. И вот когда я ей готовлю кушать, она вот даже попросит меня вот то-то приготовить. Я приготовлю, она никогда на меня плохого ничего не сказала. Всегда похвалить меня, что я готовлю хорошо. Ну и общение у нас, конечно, хорошее. И вот подворье хорошее. Дочь Валя, Валентина, хорошо смотрит за двориком, когда приезжает. Санаторий на дому – хорошая альтернатива для тех граждан, которые по состоянию здоровья не могут выехать за пределы своего населённого пункта. Инспектор по основной деятельности Ольга Лопотко рассказала и о порядке предоставления услуги. Порядок направления граждан на санаторное лечение и оздоровление – это является путёвка, которая выделяется по личному заявлению гражданина. Все встречи, консультации, беседы для пожилых граждан организовываются и проводятся инспекторами по основной деятельности. И лечение назначается врачом Солигорского ЦРБ. Раньше у нас вот эти услуги проводились в Хоростовском и Готском совете. Солигорскому районному территориальному центру социального обслуживания населения Александра Фёдоровна передаёт искренние слова благодарности. Ведь чувствовать опору – значит, что защищён. Это так важно, особенно в пожилом возрасте. Спасибо вашей организации и социальной организации, что вы доглядываете хороше старых. Спасибо вам и работникам, всем спасибо, хай вам, всем Бог даёт здоровье, чтобы вы нас доглядывали до старости, до нашей. Спасибо вам за всё. Шестой раз в Пинске проходит международная духовно-просветительская выставка-ярмарка «Беларусь православная», которая открылась в Пинском городском доме культуры. Каждый желающий ежедневно может посетить мероприятие до 25 сентября включительно. Что же подготовили организаторы мероприятия пинчанам, выясняла наша съёмочная группа. По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана, с 18 по 25 сентября в городском доме культуры проходит шестая международная духовно-просветительская выставка-ярмарка «Беларусь православная». В этом году мероприятие принимают участие представители православных общин из Беларуси, Украины, России, Сербии, Израиля и Греции. В Пинск мы приехали шестой раз. И в Пинской епархии эти выставки мы проводим раз в два года. Каждый участник привёз какую-то свою продукцию, именно своего монастыря, свою святыню какую-то, к которой можно приложиться, можно подать записочки. Наше ещё дело не только общение с этими монастырями, но и миссионерская, посвятительская деятельность, конечно, особенно для молодёжи. Упор делаем на молодёжь. В рамках ярмарки посетителям предложен большой выбор предметов церковного обихода для дома и храма. Российские и белорусские издательства предлагают широкий ассортимент духовной литературы для взрослых и детей. Народные мастера представляют сувениры, керамику, платки, шали и палантины, изделия из природных камней и многое другое. Также на выставке можно приобрести масла, бальзамы, травы, сладости и продукты пчеловодства. Но это ещё не всё. Традиционно на протяжении всех дней выставки пинчан ожидает духовно-просветительская программа. Выставку-ярмарку «Беларусь православная» представляет духовно-просветительская программа. Она очень разнообразная и насыщенная. В программе видеосеансы утренние и вечерние, в программе беседы и встречи со священниками. На втором этаже ГДК можно посетить фотовыставку «Народом святой наречённое» к юбилею православной блаженной Валентины Минской. В лекционном зале пройдут концерты и творческие встречи. Также ежедневно будет проводиться специальная программа «Задайте вопросы священнику» для личной беседы с духовником. Выставку можно посетить ежедневно в городском Доме культуры с 10 до 20 часов до 25 сентября. Это были новости региональных телекомпаний. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионах Белоруссии. Увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова